Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, по нашей традиции произошел перелом к лучшему. После 9 авы все увеличивается, увеличивается до 15 ава. Есть два полюса. Это неудерживаемая такая радость, которая не присуща этому месяцу. И, знаете, тот депрессняк, в который сейчас иногда впадают люди. Вот об этом поговорим. Слова великих мудрецов. Депрессия – это заговор самоубийственных элементов внутри нас. Человек, впавший в депрессию, ни на что больше не годен. «Боритесь с депрессией, – сказали мудрецы, – как с кровавым смертельным врагом. Бедите от нее, как бежали под самой смертью». Вот если коротко все, что происходит. Есть люди, которые, знаете, находятся в печали. Они считают, что это от страха перед небом. Что они такие вот, что неулыбчивые. От имени Балшемтова приводит следующее. Тому, кто облачается в депрессию и печаль, и говорит, что чувство, которое он испытывает, – это страх, можно порекомендовать заглянуть в Мору. Трактат Бава Миция, в котором написано «И в будущем я взыщу с тех, кто вдевает в свою одежду нить индига, утверждая, что это цвет тхелы». Что это означает? Те, кто занимается подделкой заповедей. Так же и печаль и депрессия. Не производные от страха перед Творцом, а подделка абсолютная. Один из адморов говорил, что следует остерегаться тягостного вздоха, поскольку он влечет за собой еще и другой вздох. Во время вечерной молитвы мы что говорим? «Удали от нас чуму, меч, голод и скорбь». И говорят, что скорбь находится в этом списке на последнем месте, потому что прогнать ее тяжелее всего. Ее тяжелее, чем избавиться от предыдущего. Жаль тратить жизнь на оплакивание своего удела. Давайте надо менять это уже на радость. Если ты уже столько лет оплакиваешь себя, или недели, или месяцев, ничего не меняется, попробуй другой путь. Знаете, есть такой совет тем, такой мудрецов, кто ощущает, что в результате молитвы о вещах, которые очень для него важны, печаль только возрастает. «Не молись о том, что не хватает», написано. «Укрепись в служении Творцу, уповай на Бога, и пойми правильно, дурное начало, написано, похоже на профессионального вора. Сначала он хотел ограбить ювелирный магазин, но охрана на входе, там что он делает? Взял, приготовил грузовик, припарковал его недалеко от машины, свой пост, от магазина, то есть. А потом что, послал мальчика, чтобы украсть какое-то маленькое украшение. Воспользовавшись тем, что охранники побегут за воришкой, профессиональный вор вынес все. Также работает дурное начало. Иногда он стремится заставить человека отступить, только вот ради того, чтобы он просто встал в печаль, таким чуть-чуть, а затем украдет у него все. Гемара пишет, что бодханы, шуты, удостаиваются будущего мира гарантированно. И Раша объяснял, потому что они веселят людей, как ни странно, в глазах Бога это огромная-огромная заслуга. Пребывающий в печали, написано, соединен с корнем праха. Наша задача научиться осознавать красоту каждого мгновения, сконцентрироваться на своей внутренней потребности, находиться в радости. В этой концентрации утренняя молитва, с чего начинается? Благодарю тебя, Всевышний, за простые ясные вещи, что дал мне жизнь, что я могу видеть, за руки, за тело, за все это. И так постоянно контролировать надо, получая удовольствие от всего, что мы говорим, и видя, что это у нас есть, научиться концентрироваться на радости. Нам сказано, если забудешь радости, впадешь в уныние, тем самым забудешь Бога Всесильного своего. Все, на этом точка. Если ты забыл, как улыбаться, ты считаешь, что ты забыл Бога. Потому что сказано, сила и радость в обители его, а не грусть и печаль. Знаете, в один пришел, говорит, Ребе, как вы, вот я много лет вас знаю, вы никогда не грустили, как вам это удается? Ребе говорит, я много лет назад пришел к своему Ребе, молоденьким, 17-летним, но уже глубоко страдающим. Ребе было за 70, он улыбался. Я его спросил, вы все время улыбаетесь без видимой причины. Как вам удается? Он просто улыбался и ответил, что я просто не вижу причин для грусти. И тогда я подумал, просто это наш выбор. Каждое утро, когда человек открывает глаза, надо спрашивать себя, что сегодня выбрать, грустить или улыбаться. Вот и все. Этот человек выбирал улыбку. Кстати, если есть повеление быть радостным, это значит, что мы к этому никогда бы сами не пришли. Это вот тоже надо понять. Быть грустным, это значит все время думать о себе, сказали мудрецы. Это нам кажется, что не так. Печаль это, она написана, забирает небесные врата молитвы. Молитва закрывается перед ней. А радость способна сокрушить стены. Завершаем эту тему. Человек приходит к знаменитому Раву. Чтобы спросить его, почему беды так и сыплются на его голову. Не могу никак добиться успеха в своих деловых начинаниях. На иудеенции у Рава он начинает неожиданно засыпать, засыпать. И вот только сон оказался он на небесном суде, где решается вопрос, куда его отправить. В рай или ват его душу. Перед ним возникают огромные весы. И на одни весы начинают все его поступки не очень хорошие складываться. А на другую пережиты им беды. И все, вот кажется, ниже, ниже чаши выравнивается. В это время беды заканчиваются этого человека. Несите еще, он кричит, несите, и пробуждается. Стоит перед ним Рэбе, смотрит на него с улыбкой и говорит, я так понял, что вы просите уменьшить ваши беды или все-таки увеличить? И засмеялся. Почему? Потому что даже когда, в чем причина радости? Даже когда у нас что-то не так, это для того, чтобы помочь нам в будущем. Даже если у нас что-то не складывается, это чтобы списать с негатива то, что мы иногда натворили. Поэтому все, что не делается, все с улыбкой. Брахавы от слоха, всего самого лучшего. Меняем наш духовный компас на улыбку.